Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить». Сегодня по традиции подведем итоги уходящей недели, поговорим о ее главных событиях, темах и тенденциях. Коротко о главном сегодня. Путин напрямую в программе анализ всенародной конференции главы России. Ленин с нами. У вождя мирового пролетариата в понедельник был день рождения. Семь дней Рязани. Обзор событий городского масштаба. Карате, стиль жизни и массовый спорт. В Рязани прошел большой турнир каратистов области. Вряд ли у кого вызовет удивление то, что событием недели мы назовем прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Это была 11-я линия президента и первая в его нынешний срок главы государства. Общение главного начальника страны с согражданами продолжалось почти 5 часов. Специально люди подсчитали. Владимир Путин побил свой прежний рекорд на 15 минут. Так, набирай по четверть часа, глядишь, до суток доберемся. Опять-таки, по данным счетчиков, на связь с президентом через колл-центр вышло более 3 миллионов человек по телефону, смс и интернету. Путин ответил на 85 вопросов, открывает программу первый комментарий по поводу прямой линии президента. Итак, Александр, вот пресс-конференция на всю страну, так сказать, я бы так назвал, мировое выступление президента. Очередное. Он сам отметил, что действительно часто критикуют за так называемый ручной режим управления, но вот так вот происходит. То есть, пока президент не вмешивается, у нас почему-то ничего не происходит. И вот действительно, люди выходят на президента, там, с того же Санкт-Петербурга, для того, чтобы хоть что-то сделали. Действительно, президент дает команду, сразу все делается. Почему до этого не делают, как бы сложно сказать. Мне кажется, это настолько исторически сложилось со времен Кюрика, как там вот пришло. То есть, вот это вот действительно большая проблема. Большая проблема, и видно, что президент ей тоже озадачен очень сильно, да. И здесь идут, как бы, указания и правительству, и регионам, и так далее, и тому подобное. Важно, чтобы политика была предсказуема. Нельзя шарахаться, как у нас очень любят. Нам что-то поменялось, тут же вектор политики меняется. Это как раз и вызывает всякие протестные настроения, недовольство в обществе, да. Очень важна предсказуемость в политике. Ну, по крайней мере, на какой-то более-менее долгосрочный период, хотя бы на пять лет. И Путин обозначил, что вот все те приоритеты, которые были обозначены в период предвыборной кампании, они будут выполняться. Как всегда, Владимир Путин блеснул фразами, которые вполне заслуживают того, чтобы стать крылатыми, ну или, во всяком случае, часто упоминаемыми. На протяжении программы мы вспомним некоторые из них. Но двигаемся дальше. Дата недели. 22 апреля. 143-я годовщина. Со дня рождения Владимира Ленина. Человека, который сумел организовать, возглавить и совершить революционный переворот в такой огромной стране, как Российская империя. Пришедший на смену Союз Советских Социалистических Республик стал совершенно другой, принципиально иной державой, сохранив, однако, много из наследия минувших веков, мгновенно всплывшие во время гражданской и последующей борьбы за власть внутри коммунистической партии. Кровь, жестокость, братоубийственная резня и, конечно же, последовавшая сталинская диктатура, о которой сейчас принято говорить, тогда в стране был порядок. Ленин, ушедший из жизни в 24-м году, остался знаменем революции для многих последователей во всех странах. Времена меняются, отношения к великим именам тоже изменяются, и не раз еще будут те старинные уже дела интерпретироваться то так, то этак. Потому что борьба за власть никуда и никогда не уходит. Особенно оттуда, где невероятное социальное расслоение, процветающая махровая коррупция, общество, сложные отношения с законом, который надо бы и соблюдать, а можно и не особо соблюдать. Что же касается дня рождения вождя всех народов, то вот сегодняшнее мнение молодежи по поводу того, кто владел когда-то умами миллионов. Владимир Ильич Ленин, знаете ли вы, что сегодня день рождения у Владимира Ильича Ленина? Да, знаю. Ну вот кто это такой, что за человек, вот сейчас вот как вы можете сказать? Ну, Владимир Ильич Ленин, собственно, сделал идейный глава революции 1917 года, собственно, который сверг царизм и продвигал коммунистические, социалистические идеи в массы. Я не знаю, я не интересовалась. То есть я не помню историю России. То есть я знаю, кто это. А вот как ты вот считаешь, вот, ну, фигура Ленина политическая, вот если бы он сейчас жил, наша жизнь бы изменилась к лучшему? Я думаю, что да. Почему? Ну, некоторые взгляды Владимира Ильича были, в общем-то, актуальными для сегодняшнего дня. Если бы они были реализованы сейчас, то, мне кажется, жизнь бы улучшилась. Поколение, к которому я принадлежу, помнят много хорошего. И социальную защищенность, и уверенность в завтрашнем дне, и рабочий был человеком. В целом день рождения Ленина прошел в стране спокойно. Единственным ЧП, попавшим в прессу, стало отламывание гипсовой головы у памятника Ильичу в Констромском городке Нея. Там двое местных жителей, будучи сильно выпивши, полезли на памятник Ленину, чтобы натянуть на голову вождю матерчатую кепку. Дескать, тот без головного убора, а у всех Ленин как Ленин в кепке. Но не одолели поклонники Ильича четырехметровые статуи в плане альпинизма. Один, сорвавшись, уцепился из последних сил за гипсовую шею монумента, да и упал вместе с головой кумира. А вот Рязань удивила родину более интеллигентно. На этой неделе в зале Рязанского отделения Союза художников открылась выставка «Весна-2013» в экспозиции картины, скульптура, прикладное искусство. Но внимание посетителей и журналистов в первую очередь привлекла картина Алексея Кендинова. Вещь своеобразная, но лучше увидеть, чем услышать. Увидела и рассказала зрителям о картине из замысля художника Ирина Ковалева. Выставка «Весна-2013», открывшаяся в выставочном зале Союза художников, еще раз доказала, насколько трудолюбивы состоящие в Союзе деятели искусств. И хотя все присутствующие были настроены на восприятие исключительно весенних шедевров, некоторые художники вернули нас в холодную зиму и даже напомнили, причем довольно оригинально, о давно ушедших новогодних праздниках. Так Алексей Кендинов представил на суд зрителей одну из своих новых работ «Ленин в январе». Я в Новый год решил, вернее увидел эти новогодние елки, заснеженные деревья, очень красивые орнаментальные. И вдруг эта идея пришла в конце декабря, я думаю, вот кто у нас Дед Мороз мог бы быть? И вдруг сама по себе идея пришла, Ленин, дети, которые дарят детям подарки. То есть вот там все сложилось как пазлы в единую тему картин. Картина написана в излюбленной автором техники орнаментализма. Цвета картины выглядят несколько приглушенными, но сделано это специально. Таким образом Алексей Кендинов решил создать эпоху того времени. А еще, если присмотреться, то на этой картине можно разглядеть и второго Владимира Ильича. Причем это получилось само собой. Я писал ребенку, думаю, смотрю, он похож на маленького Володю Ульянову. Показать эту картину автор хотел на персональной выставке в июне этого года, но случай представился быстрее. Да еще и так удачно почти совпал с днем рождения народного вождя. Были и те, кому картина показалась искренней и доброй. Свою точку зрения вправе отстаивать каждый. Но факт остается фактом. Ленина в январе, весной 2013-го, может увидеть любой желающий в выставочном зале Союза художников. Официальная городская жизнь в Рязани была отмечена такими событиями, как отчет мэра Виталия Артеонова на заседании городской думы и работы по высаживанию деревьев там и здесь. Продолжает программа «Муниципальный обзор» от Глеба Галушкина. Единственной темой нынешнего заседания Рязанской городской думы стал отчет мэра города Виталия Артемова. Городоначальник сообщил депутатам, что городской бюджет нынешнего года сохраняет социальную направленность. В приоритете у городской администрации ремонт дворовых территорий. Мэр Рязани Виталий Артемов даже предложил депутатам объявить будущий год годом благоустройства. Виталий Артемов пообещал за ближайшие два года, за счет реконструкции, обеспечить почти 900 дополнительных мест в детских садах Рязани. Также в планах постройка двух детсадов в Канищево и Кальном. Присутствующий на заседании гордома губернатор Олег Ковалев призвал чиновников поторопиться с выполнением проектных работ. Коснулся мэр Рязани и вопросов экологии. Возобновление свалки опасных отходов на полигоне Химволокна он не допустит. Особое внимание чиновников городадминистрации, по словам Артемова, будет уделено ремонту дорог в областном центре. Уже создан дорожный фонд. Благодаря чему, по мнению городоначальника, удастся отремонтировать больше разбитых городских улиц. Коснулся Виталий Артемов и темы озеленения города. Совсем недавно началась акция по высадке молодых деревьев во всех районах Рязани. Во вторник в городском парке, что на улице Садовой, школьники советского района высадили 22 белые акации. А в течение недели подобные аллеи выпускников появились практически во всех парках города. Впрочем, не везде с деревцами обходятся столь же бережно. Совсем недавно вдоль всей улицы Тимуровцев, что в Дашково-Песочне, рабочие прорыли траншею вдоль жилых домов для прокладки электрокабеля. Местные жители сразу же забеспокоились, опасаясь за сохранность деревьев под своими окнами. По их словам, рабочие подрубили корни здешним рябином. Например, все эти деревья здесь и во дворе в том числе сажала я со своими друзьями в детстве. Поэтому мне, конечно же, больно, что вот это вот так вот все просто, вместо того, чтобы вырыть, допустим, я не знаю, вот здесь провести или где-то в другом месте, надо вот уничтожить ряд деревьев. На все обращения в свою управляющую компанию и муниципалитет местные жители не получили внятного ответа. Никто из ответственных работников просто не пришел на улицу Тимуровцев проконтролировать проведение коммунальных работ и пообщаться с людьми. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить. Итоги недели далее в нашем эфире. Кто тут випы? Заходи. Любопытное ноу-хау от Рязанского банка. Селигер уже виден. Рязанские представители поедут на популярный всероссийский форум. Карате, стиль жизни и массовый спорт. В Рязани прошел большой турнир каратистов области. Продолжаем программу. Свою зарисовку о рязанских ноу-хау сняла на этой неделе и Оксан Тебенихин. Скорее, это даже размышления на тему, кто сегодня в обществе с точки зрения денежных мешков и финансовых организаций. Теперь рязанские депутаты-предприниматели легко могут стать вип-клиентом Сбербанка. В нашем городе открылось отделение так называемого Сбербанк-премиум. На сайте филиала так и указано. Оцените преимущества привилегированного банковского обслуживания. По каким критериям банк с непривычной для обывателя бордовой табличкой определяет своих клиентов? На этот вопрос нам ответила вежливая девушка, открывшая нам запертые для неизбранных двери. Вы что-то хотели обслужиться? Вы нашли клиент? В смысле? Ну это Сбербанк-премя, не просто Сбербанк. Я поэтому хотела прощить. Да? Вы нашли клиента или вы просто... Нет, я хотела бы кредит через Бер, просто смотрю, табличка какая-то странная. Странная, все понятно. Мы работаем с обычными гражданами, только с их клиентами. А понимание, как принято, кто? Вот смотрите, 4 миллиона размещаете, вы наш клиент. Это как по филиалу с Бер все равно, да? Вот здесь закрытая зона, поэтому у нас тут, то есть здесь определенный круг людей, четкий. Ну все, понятно, спасибо. То есть, что вы забогатите, милоскоплодите. О, да, спасибо вам большое за совет, мы с удовольствием это сделаем. Вообще, отвлекаясь от чисто банковских решений, становится как-то неприятно. Отовсюду только и слышно, основу государства – народ, главный налогоплательщик – народ. Критическое социальное неравенство – это уродливое явление. И тут же вам симпатичная девушка указывает на дверь. Не вип ты, нет у тебя миллионов. А стало быть, позвольте вам выйти вон. В завершении этого материала фраза от Путина, сказанная в ходе прямой линии. Президент, правда, высказывался о так называемом акте Магнитского, но звучит подходяще к теме. С какого рожна это было сделано? Просто для того, чтобы жабры раздуть. Мы самые крутые здесь. Зачем? К другим темам. В этом году начнется новая смена селигерского проекта «Учитель будущего». Основное внимание в ходе конкурсного отбора будет сосредоточено на вузовских преподавателях со стажем работы не менее года. Средний возраст участников должен составить 25 лет. Нам можно немного погордиться. Рязань получила третью квоту после Москвы и Санкт-Петербурга. То есть наших на проект поедет больше, чем из других провинций. Подробности у Элеанны Роменковой. Не за горами самые яркие и обсуждаемые события года Всероссийский форум «Селигер-2013». Уже несколько лет подряд среди прелестей полевой романтики, палаток и костров молодежь всей страны ищет здесь себя и надеется на успех. Новинкой этого года станет профильная смена для педагогов «Учитель будущего». Уже есть основные направления, есть основная миссия нашей смены. Конечно, это в первую очередь привлечение молодежных лидеров в сфере образования и в сфере молодежной политики, выявление их, создание условий для дальнейшего их развития и формирование единого сообщества молодых педагогов по всей территории страны, которая будет работать непосредственно на улучшение всей системы образования в Российской Федерации. «Селигер» – это масса возможностей. Лекторы со всей страны, тренеры мирового уровня и вип-гости, с которыми можно пообщаться лично. У наших рязанских педагогов свои планы на этот счет. Я думаю, что, конечно, в первую очередь это министр образования Российской Федерации. Я думаю, что мы наконец-то с ним пообщаемся, потому что так складывалось, что не получалось наше общение в рамках форума «Селигер». Он приезжал всегда на другую смену, на которую мы не попадали. Я думаю, что это будут различные всероссийские тренеры, это будут, конечно же, заслуженные педагоги, это будут, в общем-то, я думаю, что различные вип-персоны из разных сфер, но, конечно, в первую очередь, наверное, это какая-то общественная жизнедеятельность и так далее. Подготовка к «Селигеру» только началась, но Совет молодых педагогов предупреждает, не все желающие смогут попасть на заветный форум. Советуют быть активнее и действовать уже сейчас. Сейчас страница на сайте форума «Селигер», вот непосредственно наша смена «Учитель будущего», она только вот включается в работу непосредственно. Я думаю, что официальная регистрация начнется вот буквально вот чуть-чуть позже, через неделю-две. Но наши молодые учителя уже активизировались. Каждый день мне либо пишут, либо звонят, проявляют вот свое желание поехать на эту смену. Но, естественно, как и, в общем-то, каждый год будет проходить определенный конкурс, молодые педагоги должны будут представить проекты, и уже по итогам будет проходить отбор в рамках уже непосредственно Всероссийского форума «Селигер». Надо сказать, что весной активизировались не только творческие личности, влюбленные политики. С новыми силами пустились во все тяжкие преступники всех видов криминальной деятельности. Стало известно, что рязанские наркополицейские поставили заслон Торену. Дело было на Скопинском заводе горно-шахтного оборудования. Торен – вещь военная. Это противоядие от воздействия отравляющих веществ. Противоядие-то оно, конечно, но помимо этого Торен вызывает изменение сознания и галлюцинации. А это уже серьезно. Вот, например, как ведет себя человек под Тореном. Видимо, в его измененном сознании он кот Базилио в ожидании лисы Алисы. Те, кто испытал на себе действие Торена, второй раз пробовать не захотят. Они отмечают, цитируем, «сохраняй лексику». Полное отупление и отсутствие контроля над собой. Оперативную память вышибает абсолютно. Начинаешь говорить фразу и тут же забываешь, что хотел сказать. Также постоянно забываешь, что хотел сделать. Поэтому ведешь себя, как конченый придурок. Конец цитаты. В ходе прямой линии о наркотиках высказался и Владимир Путин. Отвечая на вопрос о возможности легализации в России конопли, президент заявил, что он категорически против такого закона. В некоторых странах, в той же Голландии, легкие наркотики давно легализованы. Это было сделано, чтобы оттащить людей от тяжелых наркотиков, рассказал президент. Он отметил, что в конечном счете доказано, что эта мера неэффективна. Легкие наркотики становятся первой ступенью на пути к тяжелым, сказал Путин. Глава государства пообещал, что в России коноплю не легализуют. На этой неделе в Рязань приезжал любимец девушек, которые давно уж стали мамами, а то и молодыми бабулями. Дмитрий Маликов. 43 года звезде, как-никак, 25 лет на эстраде. Во вторник в Рязанской областной филармонии Дмитрий, который долгое время на сцене был просто Димой, дал интерактивное шоу. Уроки музыки с Дмитрием Маликовым. Что это такое и зачем оно нам надо, выясняла Элеонора Менкова. Рязань уже 35-й город по счету, куда Дмитрий Маликов приезжает со своими уроками музыки. Проект направлен на моральную поддержку педагогов и вдохновение маленьких любителей нот. А также напоминание для родителей, как это важно и полезно, чтобы ненаглядное чадо занималось музыкой. Он рассказывал о себе, о музыке, играл собственные произведения и все ради одного, чтобы хотя бы один ребенок после этого концерта захотел начать или продолжить обучение в музыкальной школе. Кстати, когда-то давно один из самых первых концертов артиста прошел именно в Рязани. Дарим вам этот уникальный альбом – Рязанский художественный музей. Спасибо большое. Это будет моим путеводителем, потому что сразу после мастер-класса я собираюсь как раз посетить ваш музей. Евелина Познякова сегодня пришла в филармонию с дочкой. Говорит, в их семье не пропускают ни одной выставки, концерты и всего, что связано с музыкой. От встречи с Дмитрием Маликовым они ждали следующего. Ну, какого-то чуда, что-то очень интересное должно быть. Я так думаю. И по лицам вдохновленных зрителей было понятно. Своими рассказами и, конечно, музыкой Дмитрий Маликов дотронулся до нужных струн души. Около 500 рязанских педагогов и школьников остались довольны. Но больше всех повезло Абрамову Александру. Он сыграл со звездой в дуэте. Из спортивных событий стоит отметить успех судебного пристава Александра Милешина, который занял первое место в чемпионате России по универсальному бою. Для справки, русский универсальный бой является силовым спортивным двоеборьем. Первый вид преодоления специальной полосы препятствий, в процессе которой выполняется бег, лазание по сетке и канату, метание ножей, стрельба и другие виды упражнений. Второй вид, который следует непосредственно за первым, рукопашный поединок на ринге. Так что наш пристав Александр и по канату лазить гораст, и нож метнуть не промах, ну и противника в нокаут послать может запросто. Встречалась с универсальным чемпионом Оксана Тебенихина. Этот молодой, красивый, сильный телом и духом молодой человек, помимо серьезной работы судебным приставом, занимается серьезным спортом. Чемпион России по самбо и победитель Центрального федерального округа по универсальному бою Александр Милешин поделился с нами своими достижениями и планами на будущие победы. Мы в нашем клубе в основном занимаемся борьбой с самбо. Это как кастет. И в дальнейшем это уже и дзюдо, и универсальный бой, и джиу-джитсо, и рукопашный бой, то есть и комплексное единоборство. То есть уже, соответственно, все от этого вытекает. На прошедшем чемпионате в этом году, месяц назад, я весал категорию 85 кг, занял серебряную медаль. Что дало мне право войти в сборную России и представлять страну на чемпионате Европы и чемпионате мира. Конечно же, я всегда хотел стать чемпионом Европы, чемпионом мира. На сегодняшний момент я являюсь вице-чемпионом Европы. И у меня в этом году появляется прекрасная возможность устранить этот недостатчик, представку вице, и стать чемпионом Европы или чемпионом мира. Александр Милешин включен в сборную России. Совсем скоро он отправится покорять Европу. Будем надеяться, что русский дух и усердные тренировки не подведут. И молодой пристав разгромит соперников, подтвердив тем самым стереотип о том, что с нами шутки плохи. На днях в Рязани прошли масштабные соревнования по карате. Более 100 участников оспаривали звание сильнейшего в Рязани и регионе. И вообще карате позиционируется его адептами как стиль жизни, во многом определяющий судьбу человека. Это гармония веками складывавшихся взглядов, традиций и моральных принципов. Турнир получился действительно масштабным. Разные возрасты, разноцветные пояса, разные по степени сложности упражнения, разные манеры ведения свободного боя. Все это индивидуально, как в целом сама жизнь. Организация таких соревнований потребовала немалых усилий. Сегодня мы организуем первенство чемпионат области. Самый младший 7, самый старший 32 года. Ой, даже вру. Вчера заявился из Москвы, мужчина 43 года. Практически вся Рязанская область это 120 человек. Все наши, кто преподает Шатакан. Ну и, конечно, город Зеленоград, Москва. Тоже приехали нас почти и уважить. О статусе прошедших в минувшее воскресенье состязаний говорит и то, что в Рязань приехали люди, ставшие легендами российского каратэ. В Советском Союзе был громадный энтузиазм. В Советском Союзе это было что-то новое, это было трендовое, это было, можно сказать, так, обязательное. А сейчас каратэ занимаются люди, которые более, наверное, понимают, куда они идут и больше понимают свои цели. Массовости такой, какая была в Советском Союзе, не было и уже, наверное, никогда не будет. И это, в принципе, абсолютно нормально. Это уже не новость, это уже просто, скажем так, один из видов спорта. Но уровень мастерства у спортсмена вырос значительно сейчас, значительно. Обязательные формальные упражнения, ката, даже самыми юными бойцами выполняются с настоящим воинским духом. Здесь все, от скорости и силы движений до выражения глаз. Это основа техники каратэ, заложенная в веках многими поколениями мастеров. Это также ступени мастерства, только зная определенное их количество и умея безукоризненно выполнять, можно мечтать о том самом заветном черном поясе. Кумите, спортивный бой происходит, разумеется, по определенным правилам, однако схватка есть схватка, и на татаме бывает все. Порой пропущенный удар усаживает спортсмена за стол к врачу. Но это, по счастью, редкость, и каждый боец готов терпеть боль. Турнир в спорткомплексе «Локомотив» показал, каратэ становится в Рязани массовым видом спорта. Это искусство боя, которое не требует от адепта почти ничего, только умения, мужества и воинского благородства. А не это ли одни из главных качеств, которые должны быть присущи человеку в жизни? И о физическом развитии молодежи тоже высказался в ходе прямой линии президент Владимир Путин, напомним, мастер спорта под дзюдо. Когда его попросили высказать мнение по поводу возможной отмены двоек за физкультуру в школах и вузах, глава России и матушки был категоричен. Физкультурой должны заниматься все, и никто не должен прикрываться справкой о здоровье. Так что занимайтесь спортом, это полезно для здоровья, да и президент велел. На сегодня все, хороших всем выходных, и до встречи в понедельник вечером. В эфире телекомпания «Город». Удачи!